Так, я только что приехал с работы, смотрю, какая у меня машина прям красивая, феррори, феррори, а какой у меня дом прекрасный, смотрите, двухэтажный, правда, дверей у меня на входе нет, но это ничего страшного, ой, какая у меня красивая лужайка, какой у меня красивый задний дворик, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, женщина, где моя жена, мне интересно, опять, наверное, где-то там свой дом 2 смотрит, как и в прошлой серии, да, но ничего страшного, я буду самым лучшим мужем на этой планете, Если у меня почтовый адрес начинается на 69, это значит, что жизнь уже удалась, я вроде подкачанный, я вроде много зарабатываю, потому что у меня красная машина, красная машина это признак успеха, у меня модный деловой костюм, как у Николая Соболева, и у меня есть газонокосилка, а у тех людей, у которых есть газонокосилка, это означает то, что они уже 100% успешные люди Ой, господи, чё? Чё? Жена, что? Принести тебя там? Кому тебе принести? Спинку тебе потереть? Помните тебе, обед тебе приготовить, чё? Я тебя не стыдну, тут слишком громкая газонокосилка, а? Чё тебе сделать нужно? Ты говорил тебе, жена, вызови сантехника, вызови сантехника, ты видишь, как я свой пипипунчик уже второй месяц мою, вызови сантехника, я вечно на работе, целый день на работе, ты сидишь дома, ничего не делаешь, кроме своего Дом-2, смотришь, и всё, ты видишь, как я должен мыть себя, своего маленького, в смысле маленького, не маленького дружка, ты видишь? Нужно топать домой, хотя бы поздороваться со своей женой, мне кажется, она меня уже ненавидит, потому что я приехал домой полчаса назад, а до сих пор с ней ещё не поздоровался Ну, хорошо, у меня есть уже 200 очков, потому что я уже два раза покосил траву, но давайте мы сначала проверим почтовый ящик, а чтобы ещё очков себе надыбать, нельзя? А, тут ничего нет, тут ничего нет Почтовый адрес 69, замечательно, ладно, что тут 6 месяцев назад, что это такое? Ты никуда не уходишь, тебе больше не нужно видеться со своими друзьями Это было 6 месяцев назад, такой флэшбэчик, да? То есть, она мне не позволяет видеться со своими друзьями Дааа, прекрасно, прекрасно, у меня жена, которая даже меня не выпускает А, то есть, на работу ты меня выпускаешь каждый день, чтобы я денег зарабатывал, а с друзьями увидеться раз в год, нет Всё понятно, где наши двери, я тоже не могу понять, ладно, ничего страшного Так, телефон, нет, никто не звонит, никто не звонит, что у нас тут такое? У нас тут есть компуктер, у нас есть столик, и у нас тут... Два года назад, что было два года назад? Избавься от этих своих трофеев! Вот видите, вот там трофеи, которые она мне говорит, выкинуть Это вообще-то не трофеи, это вообще-то... Игрушки Майнкрафта! Не буду я выкидывать, выбрасывать игрушки Майнкрафта! Это память, это память! И, а что тут? Тут, а тут так же Она хочет, чтобы я выкинул свои трофеи и свои игрушки Майнкрафта, которые я всю жизнь собираю! Лучше я тебя выкину на улицу, жена проклятая! Вы ничего, ребят, не подумайте, мы как бы женой ладим, но иногда у нас бывают такие завихрения и такие скандалы, это у неё чаще всего бывает Чё у меня шумит? У меня как будто где-то в подвале самолёт летит Чё это за звуки? Или это компуктерная? Вентилятор в компьютере... Так, заплатить налоги! Точнее, коммунальные услуги! Сейчас заплатим плюс 25 очков и моя женушка узнает, какой я у неё хороший мужчина! Так, ладно, где моя жена? Жена... А! Вот это чё, вот это чё, да? О, я даже от первого лица могу играть, нифига себе! Ха, это прикольно! От первого лица могу играть! Вот оно чё, да? Вентилятор, значит! Вентилятор же... А как его, мать, его выключить? Он тут шумит, как не знает... Ты хочешь меня разослить? А чё такое-то? Я хочу с тобой посмотреть телевизор! Те... Да, да, дай мне с тобой телевизор! Уходи! В смысле уходи? Дай мне с тобой... Дай присесть! Дай телевизор с тобой посмотреть! Почему я никогда не могу побыть одна? Потому что я на работе 12 часов в сутки! Я хочу с тобой хотя бы 5 минут вместе провести! Я сейчас стану тут перед телевизором! И всё! И смотри на меня! На меня, на своего муженька смотри! А не на телевизор смотри! Жена... Опять ты бухаешь, да? Выпить вино! Ага! Иди в магазин и купи мне ещё одну! У меня... Меня прям вплющило! Чё ты... Размазывало меня просто! Меня машет! Меня просто машет! Смотри, а, всё отпустило! Просто у меня как-то картинка поплыла! В смысле пойти в магазин купить? Ты вообще алкашка! То есть, я работаю, а всё, что ты делаешь, это просто дома бухаешь и смотришь Дом 2! Это реально Дом 2! Ладно! Пойдёмте посмотрим сюда, что у нас тут есть! Put the sit-up! Поднять крышку унитаза! Минус 10 очков! Опустить крышку унитаза! Плюс 0 очков! Поднять крышку унитаза! Минус 10! Чё? Вот разработчик этой игры немного тю-тю! Как бы, всегда женщина, если живёт с мужиком, она на него жалуется, когда он не поднимает крышку унитаза! Потому что он делает пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи и мочит крышку унитаза! А потом женщина садится на эту крышку и... Соответственно, у неё мокрые ляхи остаются! Ну, как бы, это уже жизненный опыт! А если ты поднимаешь крышку унитаза, то ты пи-пи-пи-пунькаешь сразу в унитаз, а не на крышку! Разработчик, извините за такую жизненную философию! Философию! Но всё же, разработчик этой игры немножко ошибся Смотри, какой я красавелла просто Пиджачок такой Бородка такая Просто красавчик Белое зеркало Ладно, ты будешь садить что-то сделать, жена, я только... Что тебе опять не нравится? Дай мне посмотреть Можешь меня отставить одну? Ты мне слишком надоедаешь Уходи, уходи Иди сделай какие-то полезные дела Оставь меня одну Матушку твою Я б тебя уже давно бросил Если б не вот эти твои сексуальные ножки Такие красивые Мне это было лишнее, наверное Я просто ищу хотя бы какие-то плюсы Почему я не бросаю эту дурынду? Почему? Наверное, разве что из-за её красоты Потому что она для меня ничего не делает Просто сидит И лицом своим красивым розовым светит И больше ничего не делает Эти вентиляторы реально как будто у меня в подвале Площадка вертолётная Я даже не знаю Чё-чё-чё? Один год назад Что тут было один год назад? Эта история слишком тупая Никто не хочет её слышать Чего? А то есть мы сидели за одним столом Со своими друзьями Я чё-то начал рассказывать Она мне сказала То, что у меня слишком тупая история Её никто не хочет слышать Спасибо тебе, жёнушка Спасибо тебе Потому что поддерживаешь своего муженька Та кухня Наконец-то Если жена мне не будет варганить харчик Я сам себе заварганю Что у меня тут? Да, яички Я на самом деле Очень хороший шеф-повар Мне кажется Моей жене Хоть мне мама всегда говорила То, что Эдичка Я очень сочувствую Твоей будущей девушке Твоей жене Потому что ты слишком большой жопошник И слишком дотошный И слишком Вредный И слишком Бла-бла-бла-бла-бла Как мне мама всегда говорила Но Шеф-повар Я прекрасный Я уверен То, что Моей будущей девушке Если я с кем-то Когда-нибудь Буду жить вместе Повезло Потому что Яички Кашку Чайчик Кофе Лазанью Супчики Я ей точно буду варганить Поэтому Ещё звоните Будущее Хотя Ну ладно Так Куда бы мне это поставить Я могу тут сам похавать Я не хочу туда в сал идти А Или это я для жены приготовил Да? Ты пытаешься меня отравить? Курица Ты мне даже еду никогда не делаешь Я тебе приготовил яичницу Не, мне кажется Мне с этой заразой Нужно развестись просто Я бы её по-другому бы назвал Но ладно Так, хорошо Давайте я хотя бы вымою посуду Потому что она даже посуду не моет Живём уже вместе Не знаю сколько Она за это время Ни разу посуду не мыла Хотя бы разочек Посудомойку бы сложила Всё я Всё я Всё на мне У нас есть хотя бы Дайте мне пивас Хотя я пива не пью Вообще ничего не употребляю Дайте мне пивас в холодильник Потому что я уже не могу её терпеть Или тост Дайте я тост себе приготовил Да ничего я не могу сделать Ладно Ладно А, пылесос Что тебе там сделать А, карманные денежки дай Чтоб ты себе платежное купила Я тебя не слышу Потому что тут слишком шумит пылесос А вот чего тебе там делать Я не слышу Потому что я пылесосю Наш газон Он слишком грязный Я не слышу Чё, чё, кого Чего там надо Ладно Ладно Что это такое Спросить по поводу этого чека Что это за чек Не лезь не в своё дело Чё это за чек А, это опять вот тот массажист Валера Да, к которому ты каждую неделю Под 4 раза ходишь Говоришь, что Просто у тебя там суставы болят Да Это тот массажист Валера И ты мне ничего про него Никогда не рассказывала Ну, хорошо Я тебе уже 100 раз говорил Не ходи к нему на массаж Если тебе нужно ножки потереть Я сам тебе разомну их Ну, не ходи к этому Валере больше Никогда, пожалуйста Он тебе не просто массажист Я видел Я видел, как он к тебе клеился Зайчик Зайчик Зайтик, я пойду на второй этаж в ванную приму, если у нас там ванная на втором этаже есть, потому что я ещё просто на втором этаже ни разу не буду. Я сейчас приду, подожди. Ага, ага, ага. Опять вот эта фигня опустить, поднять. Кто придумал ненормальный, дайте... Я... 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 Что за дискриминация? Разработчик этой игры только что пришёл с работы, мне нужно залезть в ванную, помыться, снять стресс. А ты мне даже не можешь этого позволить сделать. А можно я хотя бы в окно выпрыгну, не знаю, потому что я больше с этой не могу жить, со своей женой, честно. Говорила мне, мама, найди себе хорошую девушку. Ладно, что у нас вот тут есть? Три месяца назад. Многие, наверное, сейчас напишут 18 плюс. Вы просто на это посмотрите. Она мне изменила, но вы просто на это посмотрите. Это как будто две коробки... Две коробки просто соприкасаются. Вот, 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 какая хорошая анимация. Так ты мне изменила, оказывается, да, сволочь? Это... Я шрыгнул случайно. А, это тут Валера, массажист Валера, да? А ты мне просто говорила, что ты четыре раза к нему ходишь на массаж в неделю. И это ничего не значит, что это просто мой друг, это просто мой массажист. А это что такое? Что это такое? Три месяца назад изменила мне, да? Где мой пистолет, а? Сейчас я тебя... Изменила меня, сволочь, да? Потому что в прошлой игре, когда я играл за свою жену... Кстати, вот тут надо мной будет подсказочка. Можешь перейти, посмотри предыдущую часть, где я был не лучшим мужем, а лучшей женщиной. Так же пойди, посмотри. У меня там был пистолет, тут... А, так вот он! Ах ты, зараза! Изменила мне знать... Да, вот оно что, с Валерой, да? Где Валера? Валера где-то на улице, явно, явно где-то на улице прячется. Смотрите, какая... Какая... НЕБЛОГОДАРНОЯ! Я для неё всё... А тут мусор. А можно я сначала положу пистолет и пойду вынесу мусор? Потому что, ну, я как бы не хочу, чтобы у меня мусор на улице валялся. Положи, пожалуйста, пистолет. Ну ладно, ладно, потом. Ща я пристрелю свою женщину. Где ты? Ща я тебя пристрелю и после этого вынесу мусор. Потому что, ну, так не делается. Не делается, когда дома мусор. Я хотел тебя через заднее окно... ФАК Ю! Я никогда тебя не любил. А смысл ты меня никогда не любила? Подожди, не уходи. Я ещё даже к тебе не пришёл. Подожди, не уходи. Ща я тебя пристрелю и потом можешь уходить сразу на следующий свет. И чё ты будешь делать, сволочь, а? А ну быстро сказала, где Валера живёт. Я щас тебя укокошу. Потом за Валерой приду. И будете вместе массажем заниматься там на том свете. Быстро сказала, где Валера живёт. Изменяла мне, да? Я тебя любил всем своим сердцем. Я работал по 2 часа в сутки. 7 дней в неделю. Чтоб просто тебе кабельное телевидение оплатить. Чтоб ты свой дом 2 смотрела. А ты... Ребят, ребят, не воспринимайте это всерьёз. Это просто смешная игра, которая как раз наоборот учит вас, как правильно себя вести в каких-то супружеских отношениях. И вообще не допускать ошибку к своему партнёру. Будь ты девушкой к мальчику, или будь ты мальчиком к девушке. Мне кажется, что на этом уже можно закончить этот видосик. Если он тебе понравился, ты знаешь, что делать. Ребятки, давайте набираем 25 тысяч лайков. Я обещаю, что сразу же выйдет продолжение. Или хотя бы какая-то другая игра. Потому что, как мне уже многие подписчики говорят, а я прислушиваюсь к вашему мнению, то, что надо разбавлять контент. И записывать что-то помимо Майнкрафта. А как раз-таки такие игры, на самом деле, мне даже очень и очень нравятся. Спасибо тебе огромное за просмотр. Если ты хочешь, допустим, больше обо мне знать, или смотреть не только моё видосик, а и мои истории в Инстаграме, то вот тут подо мной появится мой ник в Инстаграме, или ссылочка в описании на мою страничку. Заходи, подписывайся, ставь лайк на мои фоточки, смотри мои истории. Мне будет очень приятно, если ты это сделаешь. Я также очень частенько даже ставлю своим подписчикам лайки в Инстаграме на те фотки, на которые они меня отмечают. Ставь лайк на этот ролик, подписывайся на мой канал, подписывайся на мой Инстаграм, чтобы никогда не пропускать мои новые ролики, мои стримы и также мои сторис в Инстаграме. И ставить лайки на мои фоточки, так никогда не забывай. Я скажу спасибо тебе огромное за просмотр. Будьте счастливы. Хоть вам ещё даже, видимо, очень много времени потребуется. Но я вам желаю счастья в жизни. И никогда не злите не то, что даже своего партнёра, а даже свою маму, своих родителей, потому что зачем это? Вы увидите, чем это всё закончится. Спасибо тебе огромное ещё раз за просмотр. Всем удачи и всем. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова